Удивительный сказочник Вильгельм Гауф Одному из самых известных сказочников во все времена Вильгельму Гауфу было отведено слишком мало времени, чтобы он смог полностью раскрыть свой талант. За свою короткую жизнь писатель из Германии успел создать произведения в самых разных жанрах, при этом оставив заметный след в литературе Германии XIX века. В его творчестве нашли свое место стихи и рассказы, романы и волшебные сказки, о которых сегодня известно детям в самых разных уголках мира. Вильгельм Гауф родился 29 ноября 1802 года в старинном немецком городе Штутгарте. Отцом Вильгельма был Август Фридрих Гауф, который состоял на государственной службе, был секретарем в Министерстве иностранных дел. Мать Едвига Вильгельмина Гауф была из достаточно известного дворянского рода из Эльзаса. У писателя было трое братьев и сестер. Родился он вторым по счету. Когда Вильгельму только-только исполнилось 7 лет, неожиданно скончался отец. Спустя несколько месяцев его мать приняла решение переехать вместе с детьми в имение, принадлежащее ее отцу. Новый дом располагался на территории Тюбингена, словившегося большим количеством учебных заведений и высоким уровнем образования. Много времени юный Гауф проводил в домашней библиотеке в доме деда, зачитываясь произведениями классиков и современников. В эту пору на него особое влияние из дедовой библиотеки оказывали книги Вальтера Скотта. Его приключенческие романы, наравне с вымышленными сказками от Вильгельма и якобы Гримм влияли на восприятие окружающего мира, прочитанное перемешивалось в голове мальчика с его собственной буйной фантазией. Это во многом повлияло на дальнейший выбор стать писателем. Во время жизни Вильгельма Гауфа в особом почете была религия. Посвятить себя ей – это один из способов стать уважаемым гражданином. Поэтому в 16 лет его отправили учиться в монастырскую школу. В 18 лет он поступил в университет, где хорошо учился. Там изучил философию и теологию. Закончил обучение с докторской степенью. Но вместо того, чтобы примирить церковную рясу, вчерашний студент отправился в качестве репетитора в семью известного барона-военного министра Эрнста Югена фон Хугеля и стал наставником его детей. Из-за занимаемой должности министр много путешествовал, в том числе вместе со своей семьей. С собой они брали и молодого Гауфа, который с радостью побывал в разных частях Германии, во Франции и в других странах и городах. Благодаря этому у него еще больше расширился кругозор. Он увидел разных людей, разные уклады жизни и обычаи. Все свои впечатления впоследствии Вильгельм положил на лист бумаги, облекая мысли в литературные произведения. При этом все они были дополнены вымышленными сюжетами, что только добавило книгам остроты. Так восемь совершенно волшебных рассказов в свое время появились в литературном «Альманахе», что печатался в 1826 году исключительно для высшего сословия. В 1825 году, за пару лет до своей смерти, он издал отрывки из мемуаров сатаны, не поставив под ним своего имени. Книга по своей сути была пародийная и высмеивала литературную моду тех лет. Естественно, многим людям из литературных кругов она пришлась не по нраву. Следующий роман «Лунный человек» или «Сердечные порывы есть глаз судьбы» писатель сфальсифицировал, издав не под своим именем, а под именем известного тогда популярного билетриста Клаурина. Благодаря такому ходу книгу быстро раскупили. Когда же обман раскрылся, то Вильгельма привлекли к суду и оштрафовали. Прославившись таким странным образом, Гауф приступил к сочинению оригинального исторического романа «Лехтенштейн», повествовавшего о приключениях героев в эпоху крестьянской войны, захватившей Германию в первой половине XVI века. Близость к народу и использование национального колорита определили успех произведения. После выхода романа публика по-новому посмотрела на молодого писателя и его произведения. Сказки, изданные с 1826 по 1828 годы, обрели популярность и сделали Гауфа одним из любимейших немецких авторов. Несмотря на то, что волшебные истории повергали маленьких детей в ужас, они несли знания о мире, полном добра и справедливости, и осуждали равнодушие и подлость бессердечных и злых людей. Так, в истории о маленьком муке Гауф рассказал об одинокой судьбе мальчика, превращенного колдуньей в уродца и вынужденного странствовать по миру в поисках человеческого тепла. В то же время холодное сердце показывало героя ставшего жестоким и равнодушным из-за того, что он лишился своего сердца. Самой страшной из сказок Вильгельма Гауфа считалась «История о корабле-привидении». В ней писатель нарисовал ужасающую картину убийства пиратами ни в чем не повинного монаха и в наказание поверг героев на вечные муки за ужасное преступление. Сказка под названием «Карлик Нос» рассказывает о жизни заколдованного мальчика, умевшего хорошо готовить и, несмотря на отталкивающую внешность, прославившегося при дворе. Это произведение стало настолько популярным в Германии и остальном мире, что легло в основу театральных постановок, фильмов и мультфильмов и являлось одним из последних, изданных при жизни автора. О личной жизни Вильгельма Гауфа известно немного. Его избранницей стала младшая кузина Луиза, которой сказочник восхищался с раннего возраста. Девочка отвечала взаимностью, и как только Гауф встал на ноги, устроившись редактором в ежедневное издание «Утренний листок», молодые люди поженились и прожили короткую, но счастливую жизнь. 10 ноября 1827 года, через несколько месяцев после свадьбы, жена родила писателю дочку, которую в честь отца назвали Вильгельмина. В 1827 году Гауф работал над новым романом, который должен был стать стилистическим продолжением нашумевшего Лихтенштейна. За материалом для нового произведения автор отправился в Альпы, но по дороге тяжело заболел и вынужден был прервать путешествие. Дома писателю стало лучше, и семья надеялась на скорое выздоровление. Некоторое время молодой организм боролся с инфекцией, но не выдержал напора смертельного вируса. 18 ноября 1827 года Гауф, которому было всего 24 года, скончался в собственной постели в Штутгарте. Причиной смерти сказочника, предположительно, стал брюшной тиф. Литературное наследие Вильгельма Гауфа заключается в трех сборниках сказок, один из которых был выпущен его женой после его смерти, нескольких романах и поэм. Эти произведения навсегда вписали его имя в историю мировой литературы. Хотя Вильгельм Гауф писал сказки для детей, многие из них входят в круг взрослого чтения. Субтитры создавал DimaTorzok